Вот этот горшок мы вставим в русскую печку, и какая пища будет другая. Привитие интереса к чистой полезной пище. Нет, это не уроки традиционной русской кухни. Это лишь кусочек огромного школьного музея. Учитель истории Виктор Альбертович собирает его почти 30 лет и никак не может закончить. Пробовал уходить, приходить, и кооператив свой был, и охранных структурах. Год-два в школу. Год-два в школу не могу. Последний раз ушел в 17-м году, и сейчас не могу без школы. За эти годы здесь появилось три зала. Первые предметы традиционного сибирского быта. Большинство досталось по наследству от бабушки Челдонки Сангары. Здесь же уголок писателя Виктора Астафьева. И третий зал – Великая Отечественная война. Экспонаты в экспедициях собирал сам учитель с учениками. Когда детям показываешь, рассказываешь, с одной стороны, и фильмы не смотришь, когда даешь подержать вес этого предмета, то ощущения, конечно, совсем другие. Это одна из главных вещей в музее. Все можно и даже нужно трогать, чтобы дети не смотрели на какие-то вещи с табличками, а почувствовали, как они лежат в руке. Но это все не одного развлечения ради, говорит учитель. История, настаивает он, как мачеха. Ничего не требует, но наказывает за незнание. Если мы не будем знать свои корни, мы исчезнем просто. Я ведь историк, я вижу, чем закончились многие народы. Возьмем те же самые майя, инков, ацтеков – нету их. Там какие-то корни остались. И возьмем Византийскую империю, возьмем Римскую империю – нету их. И пусть он уже на пенсии, да и здоровье не то, останется в школе до самого конца, говорит учитель. Хотя бы потому, что со многими учениками стали как родные. Мужчину будущего защитника, будущего рыцаря, за которым вышла бы девушка замуж, формирует отец, дедушка, даже учитель. Ведь у меня очень много было случаев в жизни, когда ребята приходили и говорили, у нас нет отца, вы стали нам отцом. Конечно, вот так вот все переворачивается. А вот нужно ли все это детям теперь, когда вся история перед глазами в интернете? Виктор Альбертович отвечает просто – смотря кто учит. Михаил Ленивцев и Степан Майер. Новости Прима.